У берегов Магадана успешно завершилась сложнейшая 12-часовая операция – выгрузка новой плавучей буровой установки. Ее собрали в Мурманске, после чего на теплоходе через три океана доставили на Колыму. Путь длиной в 30 тысяч километров занял почти три месяца. Вскоре буровая при помощи буксиров доплывет до места работы – на шельф Охотского моря. Там специалисты надеются обнаружить нефть и природный газ. Подробности у наших магаданских коллег. Операция по спуску плавучей буровой установки в бухте Нагаева начинается ночью. Сюда оборудование доставили на уникальном теплоходе – траншельф, способном к самопогружению. Затопить судно – единственная возможность спустить столь громоздкую установку на воду. Когда теплоход практически полностью скрывается в море, в дело вступают буксиры. С помощью тросов они должны стянуть установку с траншельфа. Добавили шокурпан, добавили. Все хорошо пока, все хорошо. Вращение остановили, идем дальше. Стащить платформу с поверхности теплохода нужно быстро. При этом важно не повредить многометровую дорогостоящую махину. При разгрузке учитываются мельчайшие детали, включая погоду. Благо, с ней повезло. На море штиле хорошая видимость. Внешние факторы – это и течение, и ветер. Порой они друг против друга идут. Это надо все прикинуть, сосчитать и учесть. Все плавучее, все, что плавает, качается на волне. А когда две железки одна над другой начинают качаться, еще в разные скорости начинают бить друг друга. Беспокойство капитанов оказалось напрасным. Платформу с буровой установкой аккуратно стягивают с траншельфа. На это уходит всего несколько минут. Сейчас главная задача обоих буксиров, участвующих в операции, аккуратно и медленно доставить буровую к берегу. Каждый шаг здесь постоянно согласовывают друг с другом. Любое неверное движение может серьезно осложнить работу. Требуется еще несколько часов, чтобы отбуксировать буровую установку ближе к берегу. Здесь, в 20 метрах от материка, инженеры подготовят ее к работе. Магаданскую бухту Нагаева выбрали для этого не случайно. У нее удобное расположение и простор для маневра. Смонтированное оборудование доставят к месту разведки. На западно-камчатский лицензионный участок шельфа Охотского моря. Буровики рассчитывают обнаружить там нефть, а возможно и газ. Опоры 138 метров позволяют нам на глубине воды на шельфе стоять 100 метров. Потому что еще платформа затем приподнимается выше. Воздушный зазор 12-15 метров, чтобы подходили нефтегазы, которые обеспечат нас водой. Трубами, оборудованием. Разведка у берегов Камчатки начнется в сентябре. К месту работы примерно через неделю буровую установку доставят все те же буксиры. На судне «Траншельф» она уже пересекла больше 30 тысяч километров. По Атлантике, Индийскому и Тихому океанам. Так что последний, не самый длинный переход платформа, скорее всего, переживет легко. Людмила Чербакова, Алексей Гилёв, Анатолий Крысин. Вести. Магадан.